О, ты что, собралась в лагере краситься? А что не так? Или что у тебя там в том кармане? Открывай. Открывай. Что там? Вы готовы? Вы готовы? Все было так. Ехала я изначально в лагерь, мне как бы было плохо. Всем привет, и сегодня я еду в лагерь. Поэтому она нереально какая-то счастливая, довольная. Артур, а ты что, доволен, что Ева в лагерь уезжает? Не знаю. Нет, не очень, не я буду. Наоборот, уже скучаешь по ней, поэтому с ума сходишь? Собираю вещи. Да, уже буквально через несколько часов поезд у Евы, время ночь, и чемодан еще не собран. Так на чемодане она и доедет до Москвы вообще. Ладно, Ева, давай, мы уже как опытные знаем, что лишние вещи в лагерь брать не нужно. В прошлый раз ты собрала огромный чемодан. Ну как огромный? Он этот же был, но он еле закрывался. Так, ну все, сюда, туда же песок с Таиланда. Это песок с Таиланда. Вот просто священный песочек с Таиланда. Знаю, что вот сланцы нужно брать обязательно, потому что там бассейн. Также нужна сменка, удобные кроссовки, ну и плюс на физру там ходить. Шапка для бассейна и купальник. Там купальник. Дальше. Косметика уходовая. Что ты берешь с собой? Подожди, может это все не надо? Это что такое? Я беру мицеллярку. Она надо? Да. А зачем? Я краситься буду. Ты что, собралась в лагере краситься? А что не так? Хорошо, ты берешь с собой мицеллярную воду. Пенку. Это шампунь. Сюда, кстати, тут не Dolce Milk шампунь, тут другой шампунь. Просто я сюда налила. И то не целый флакон, а половинку, чтобы лишнее не тащить тебе. Так, пенка для умывания, да, это обязательно. Так, паста с дракошей. Со вкусом дракоши? С лубникой. Ага. Я думала, со вкусом дракоши. Я тебе положила вот ватные палочки, ватные диски. Очки ты хочешь взять с собой в бассейн, чтобы ходить, да? Угу. Ты там собралась это что, заплывы делать? Какие-то профессиональные? Нет, нырять. А, просто нырять? Хорошо. Ты сейчас опоздаешь в лагерь сейчас, тебе Артур говорит. И прикинь, Артура, она останется здесь. Мы уже это никак в первый раз сильно скучать не будем. Носки, конечно же. Трое носков тебе хватит, плюс в одних ты поедешь. Давай посмотрим, что ты сюда в косметичку положила. Я должна все проверить, потому что я не знаю. Вот это что такое? Это фиксатор. Да, я помню. Он нужен тебе? Да, я фиксировать макияж. Фиксировать собор. Мицеллярка, умывашка, фиксатор. Такой звук прикольный. Паста дракоша. Паста дракоша обязательно. Щетка. Щетка зубная, все правильно. Так, вот эти можно положить вот в этот карман. Или что у тебя там в том кармане? Открывай. Открывай. Что там? А что было в том кармане, смотрите в телеграм-канале. Артур предлагает взять крипера с собой. Вот это что такое? Тинт. Тинт. Окей, тинт. Это что? Это масло. Готовить, кушать, конечно же. Да. На завтрак. Это блеск. Вот это, Ев, обязательно бери. Для носа. Таиланд. Потому что ты... Дышать носом. Да, правильно, это нужно дышать носом. Это из Таиланда. Потому что у тебя насморк, немного приболевшая. Ты берешь две вот эти кисточки? Да. Хорошо, две это не 10. А вот эти берешь? Да. Русалии, хвосты. Окей. А вот это зачем тебе? Ну, это всегда ношу косметички. А, ну хорошо. Дальше, вот это тебе надо? Это типа спонжик. Ну, типа он нужен? Да. Ну, типа ладно, нужен. Для бровей гель. Гель для бровей. Почему он не до конца закрыт? У тебя все так засохнет. Смотри, какая защелина. А вот это что? Почему так грязно? Это тушь. Ну, почему оно такое грязное? Ну, я не знаю. Неси влажную сушку. Нет. Да. Протираем. Протирай и хорошо до конца закрывай. А вот это тебе зачем? Вот и хайлайтер там. А, ладно. Хайлайтер, так это масло жарить. Вот где колпачок вот? Не знаю. А он тебе надо? И тогда их поточить надо. Ев, как ты вот этим тупым вообще можно нахрасить? Я вот этим крашу. Тогда вот этот ты за... А этот острый. Принеси точилку оранжевую специальную. Поешь в лагерь? Не знаю. Сейчас Еве поточим все карандаши. Так, а вот это что это за бочка с медом? Это блеск. Нужен, да? Блеск. Так, блеск. Окей, кладем. Кладем. Да. Так, вот этот надо тоже сюда? Да. Так, в общем, у Евы нет крышки от одного карандаша, и она просто говорит мне, я вот так всуну его в точилку, и вот так, говорит, положу, это будет такая крышка. Какой-то леденец какой-то. Получился леденец, да? Так, вот этот вот, и вот так ты поточила, да? Да, я все поточила карандаши. Представляешь, что красится в разы удобнее. Так, это румяшки. Так, скажи, вот ты нокоть тоже хотела с собой взять? Ну, блин, он там лежал, я не знаю. Ну, сюда это выбросить надо. Кстати, короче, вот мама мне не разрешает делать гель-лак, хотя у многих моих подруг есть гель-лак. У кого? У Саши, у Арины вроде гель-лак. А мама мне не разрешает. Рэмбо наш. Сейчас 100% Джезус написать, и будешь неймаром. Вот эти резинки ты с собой собралась взять? Тогда тоже складывай, краб тоже берешь, да? А, кстати, ты будешь с собой сумочку брать какую-то? Да. Так, Ева, короче, опять набрала с собой шматья. Я не знаю, осталась одна половинка. Хотя немного тут этот крипер, заяц. Ев. Да это Артур положил крип. Крипер остается с нами. Косметичка-то, кстати, самая тяжелая. Так, Ева еще ремень берет с собой. И шматье она вот так просто накидала тут, и все, типа. Молодец. А еще расческу мы не положили. А где краб? Под вашей коленкой, юная леди. Вот. Да. Что ты берешь с собой? Топик. Вот такую футболку, вот такую кофту, шорты на физру. Ну, блин, раньше это было Альта, а теперь это типа Реда. А у нас это были клетки, 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 как быры-быры-барбалетки. А теперь это просто штаны. Для меня это просто штаны. Ева берет одну кофту с собой, вот такую теплую, потому что еще погода, временами дождь. Ева берет вот такие штаны, вот такие штаны она берет с собой. Опять футболка, опять топик, еще одни брюки она берет с собой, еще одни. Да, маму, это разумеет. И вот куда ты, когда ты успеешь одеть столько много штанов? Это пижама. Это пижама. Так, кофта. Вот это что? Еще одна футба. Это топ. Я сейчас попробую это сложить. Как-то компактно. И вернемся к вам. Вот мы сложили, в принципе, чемодан. Ну, все вошло в эту половинку. И, кстати, мы складывали по новому принципу все вот роллами, чтобы было видно, что вот где лежит. Раз и достал. Ева еще надумала взять с собой уши. Да. Говорит, будет в них ходить. Ева еще берет с собой телефон, айпад. Зачем-то берет с собой наушники. Ну, это ты утром в поезд, да, возьмешь, получается, с собой. Украшения. Так, что ты решила с собой брать? Все колечки, которые я беру. И вот эти вот сердечки. Это как вот, смотрите, вот. Это просто сердечный рай. Смотрите, пара на мне. Пара на ней. Такие бабочки. И вот такие бабочки. Сердечки и бабочки у Евы. И змеи. Ну, это такое кольцо, немного РКП. Что немного? РКП. Что это значит? Есть стили в Роблоксе, мам. Я КП и КП. КП? Копипаста. Контрольный пункт. И еще нам самое главное дело. Ты должна быть ответственна за это, чтобы мы не забыли взять документы. Я приготовила вот тут все заявления, написанные. И не потеряй его, а то обратно никак не доберешься до дома уже. В принципе, мы сейчас будем закрывать чемодан уже и ложиться спать. Потому что нам вставать уже буквально через несколько часов. Время полдвенадцатого, а поезд у нас 6.40. И нам надо в 5 утра уже выехать. В 5 утра надо уже в такси сидеть. А чтобы в такси в 5 утра сидеть, это надо к минимуму хотя бы полпятого проснуться, чтобы умыться, одеться и выйти. 4.30? Да. То есть время вообще мало поспать. Мало. В общем, давай, закрываем чемодан и... А вот эти вещи? И эти, да, сейчас сверху положим. Мы собрали чемодан. Чемодан собрали, сумочку собрали, гаджеты поставили на зарядку. Его еще поедет вот в кепочке, да? Покажем. В доке. И самое, знаешь, главное, что не забыть, это зарядку. Помнишь, в прошлый раз ты забыла зарядку, и мне пришлось в Москве бегать, искать, где купить. Ну, нормально, кстати, мне кажется, легче, чем в прошлый раз. Однозначно. Ну что, всем споки? Увидимся в 5 утра. Вот и 5 утра. Я еле проснулась. Мне совсем лень говорить в такую рань. Мы уже спускаемся в лифте, нас должно ждать такси. Меня обрадовало две вещи. На улице светло, такси реально нас ждало. Наше такси уже ждет нас. На улице никого. На такси мы заехали за Машей, и на вокзал мы отправились вместе. Короче, мы уже на вокзале. Мы не кушали, и сейчас пойдем в точку. Сейчас мы будем есть. Я буду есть троу. Такой вот и пирожок. Еще я буду быть липтом. У меня тут вот такой вот кофе латте. Я не знаю, зачем я его купила, если я вообще сегодня не спала и собираюсь поспать в поезде. Ну, ладно. Зато вот подрюсь чуть позже, надеюсь. Картошечка фри. У меня вот такая вот вкусненькая. Тестируем. Ну, все, вкусненько. И 9 наггетов. А также еще вот такой вишневый пирожок, как и у Евы, типа десерт. А я, кстати, хочу рассказать смешную историю, как я один раз просто сидела в Маке. И пирожок, короче, я у меня просто... Вот так я еще в белой толстовке. Вот, я про это и говорю. Пирожок, он очень сильно бежит. Его есть прям мега аккуратно. И строго в коробочке. После того, как мы все съели, мы уснули. Так прошла вся дорога до Москвы. Здесь, кстати, у меня уже заложено суши. Мы уже в Москве, Маша снимает видео. У нас еще есть время немного, до как нас заберут на автобусе в лагерь. И поэтому мы сейчас поедем покушать. Мы поехали в кафе Гуччи и горы Крида. Я съела пасту Крид. Но вот роза холостяка не оказалась. Мы зашли в другое кафе. И я купила себе кейк-покс. Далее мы приехали к месту сбора. И все были счастливы и довольны. Оранжевое солнце в облаках. Играла музыка, многие танцевали. А у меня была слабость, и мне было холодно. Поэтому я сижу с чаем в двух куртках. Ева пьет чай. Мы двигаемся к автобусу. Короче, вот автобус стоит. Ждет погода такой себе. Ева замерзла, идет с чаем. Еще не спали целую ночь. Ева устала. Но думаю, она отдохнет. И завтра будет все нормально. Вы готовы? Вы готовы, Дима! Да, ты не знаю. Капец, есть его вот это. Ой, люблю. Блин, как всегда грустно становится. Вроде бы я в этот раз подготовилась. И нет, все равно грустно. В общем, Ева осталась в лагере. Я еду домой обратно, собственно, и во время 12 часов ночи. И мне час назад призвинили с лагеря. Сказали, что я упадняла с операцией. Сейчас я приеду в Питер через час. И через два часа на ближайшем Сапсане обратно пойду за Евой в лагерь ее забирать. Я уже опять на вокзале. Я заехала домой. Быстро приняла душ. И приехала обратно на вокзал. Сейчас жду Сапсан. Уже через 30 минут отправится в Москву обратно. И я поеду забирать Еву. Пока жду Сапсан. Походила по магазинчикам, чтобы как-то отвлечься. Я очень переживаю за Еву. Купила ей подарочек. Хочется что-то приятное ей сделать. Что она вот так разболелась вдалеке от дома. Мама не рядом. Это вообще один из самых таких страхов родителей. Когда отправляют детей в лагерь. Что не дай бог ребенок в лагере заболеет. А мама нет рядом. И вот он этот страх. И вот она это уже реальность. Хочу как можно быстрее добраться уже. Но как раз я думаю Ева спит сейчас ночь. И утром она проснется. И я уже должна буду добраться до лагеря. Это я уже в Сапсане. И пока я еду покажу вам что купила для Евы. Вот такие лайнеры. Здесь много ярких цветов. И надеюсь они будут круто рисовать. Блокнот Куроми. Мне вот интересно листы будут белого цвета или разноцветные. Вот такие как сбоку. Вот такие наклейки. Мне понравилось что они лежат типа в чемоданчике. Это прикольно. И вот такие стикеры. Лапки котика. Ева обожает стикеры. Поэтому надеюсь ей понравится. Я уже приехала. Добралась до лагеря. Вот корпуса. Сейчас буквально пойду забирать ей Ваську. Мы созванивались. Вроде она неплохо себя чувствует. У меня очень сильно болит горло. Температуры нет уже. Ну куда? Только приехала. Выздоравливай. Чаёк пей. Прям апельсины, лимоны. Вот витамин С. Очень важный. В общем, мы встретились и забрала Еву. Ты как, мой зайка? Сейчас нормально уже. Сейчас нормально. Очень жаль получилось так. Одну ночь Куева провела тут в лагере. Тут такая шикарная территория. Такие классные у вас площадки. Я посмотрела вообще. А нам надо торопиться. на Сапсан и домой. Мама мне купила вот этот чемоданчик с... Вау! С какими-то штучками. С 30-ти. Тут они одинаковые. Типа просто такие бумажки. Ой, конечно, котики. Кстати, о котиках тоже есть вот такие вот лапки. Ты, кстати, открыла, да? Мне было интересно, тут страницы будут вот такие цветные или белые. И они... Белая клеточка. Пишись в футбол топ. Тебе нужна ударная доза витамина С, чтобы быстрее выздороветь. И они еще сладенькие, да? А потом кисленькие становятся. Тебе нравятся больше сладенькие или кисленькие? Они еще горькие посередине. Ага, еще третий вариант есть. Ну, мне больше кисленькие нравится. Мы поехали. Мы, кстати, едем задом наперед. И у нас видно вот эту камеру, как мы уезжаем. Получается, там, за этой дверью, никого нет. Там все, улица, там конец. Мы продолжаем лечиться. Очень жаль, что такая короткая смена получилась, да? Это, Ева, наверное, самая короткая смена, которая вообще может быть в принципе в этой жизни. Смена в один день. Я думаю, на самом деле многим интересно, как вообще все проходит, если вот ребенок заболел в лагере. Потому что это один из страхов родителей. Ну, и самих детей, может, что как, если они заболеют, что вообще будет, как и что. Поэтому, Ев, расскажи нам, как вообще все было. Все было так. Ехала я изначально в лагерь, мне как бы было плохо. Ну, типа, у меня болело горло, я понимала это, но у меня не было температуры. Дальше мы приехали в лагерь, я уже была такая нормально. Ну, типа, пинг, все. Первым делом мы пошли есть. И я уже тогда не хотела есть, и мне было холодно. А это признак, что у меня уже поднималась температура. Я съела два яблока, и все. Мне дали выпить жаропонижающий, и отправили в изолятор. Я была там одна, мне было очень страшно, я плакала. Я писала свои ЛП. Что такое изолятор? Слово звучит так страшно, изолятор. А на самом деле, что это? Мне были должны дать, ну, типа, один номер, где одна кровать, и все. Но, так как таких номеров не было, выселили, короче, девочек, которые со мной в комнате были, и они куда-то ушли в другую комнату, а я была одна в комнате. То есть, по сути, изолятор – это та же комната, в которой ты живешь. Просто ты живешь там одна, без никого. А также там все то же самое. Просто название такое страшное, типа, изолятор, а что это, как будто тебя там заперли где-то. На самом деле, это такая же комфортная комната со своим туалетом и душем. И там у тебя было аж целых четыре кровати, да? Но ты там была одна, просто чтобы никто не заразился. Да. Скажи, как медсестра, добрая? Да, она приходила ко мне, мерила температуру. Как вожатые? Тоже топ. Вожатые топ. Я бы говорила, что когда она мерзла, еще когда не знали, что у нее температура, вожатая давала свою куртку. Ну, в общем, все очень внимательные, отзывчивые. И я хочу, как мама, сказать, что вожатые сразу позвонили мне и поставили в известность меня о том, что у Евы температура. Я в это время ехала в Сапсане, уже обратно в Питер. И, короче, это такое ужасное чувство, когда тебе говорят, что ваш ребенок заболел, а ты не то, что к нему едешь, а с каждой минутой поезд отдаляется, отдаляется от Москвы. Вместо того, чтобы мне ехать скорее к Еве. Вот, я очень переживала. Я понимала, что это, конечно, всего лишь температура, просто простыла, но просто, что она одна, в новом месте, спать одной. И мы на видеосвязи были с Евой всю ночь. Мне звонили главные по смене лагеря, информировала обо всем, что там вот мы сейчас пришли, там вот мы померяли Еве температуру, вот у нее температура спала, сейчас вот такая температура, что ночью проверяли, Еву приходили. Утром Еве принесли завтрак в номер, мне написали, что и принесли, там и драники, и макароны, и, в общем, разнообразие блюд, потому что, ну, либо не знали, что она любит, ну, либо там всего побольше, чтобы она выздоравливала. Внимание столько уделялось, и мне обо всем информировалось, сообщалось. Я хочу сказать, что, не дай бог, конечно, чтобы такая ситуация случалась в лагере, но если вдруг такая ситуация происходит, вы можете быть уверены, что у вас в Прудзании присмотры за детьми очень хорошие. И можно было не забирать из лагеря, а оставить, и там за несколько дней она поправилась. Но, как бы, я приняла решение забрать ее, чтобы она там одна не была в комнате, потому что это достаточно скучно. Вот такая поездка в лагерь получилась, немного не такая, как мы ожидали, но у Евы вот остался платочек с этой смены, да? Шарфик. Вот у нее есть с прошлой смены, вот такой зеленый, и теперь был вот такой вот синий. Я еще лечусь, дышу ингалятором, там брызгаю горло. Очень жалко, что я не попала на лайки тайм. Я очень хотела поснимать видео со всеми, кто приехал, но надеюсь, что мы сможем встретиться в другой раз. Не болейте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok